МОЙ БАЛКАНСКИЙ ВОЯЖ Я начал с Сербии и не прогадал. Сербия – сердце Балкан, а Белград долгое время был столицей южных славян. С моими похождениями по армянским следам в Греции, Македонии, Боснии, Герцеговине, Албании еще предстоит ознакомиться. А пока давайте-ка пройдемся по Сербии, Армянской Сербии. До поездки в Сербию мне казалось, что в этой стране достаточно владеть русским языком, чтобы общаться с местными жителями ввиду общности социалистического прошлого Сербии и России, схожести языка и письменности. Но на деле оказалось не все так просто. Действительно, старшее поколение сербов безумно уважает россиян. Почти все, кому за 40 и кто застал Югославию, свободно владеют русским языком и уверены, что Россия – гарант безопасности Сербии на Балканах. Молодежь более прозападная, с русским языком не в ладах, изучают английский и даже лоббируют реформа алфавита с кириллицы на латиницу. Поэтому в Сербии нередко можно встретить надписи на сербском, но латинским шрифтом. Прозападные настроения ползком, но все же набирают обороты, несмотря на трагические для сербов 90-е. Повсеместно в Белграде можно встретить монументы и памятники детям, женщинам, мирным жителям, погибшим от бомбардировок сил коалиции НАТО. Даже здание генштаба Югославии в центре Белграда до сих пор стоит в развалинах от бомбовых ударов. Власти либо не торопятся сносить завалы, либо хотят сохранить руины в память о событиях. Зрелище ужасающее. Проходя мимо руин, ловишь себя на мысли, что война прошлась по Белграду не 20 лет назад, а буквально вчера. Сербы легко идут на контакт с незнакомцами, очень патриотичные и жизнерадостные. Но стоит заговорить о политике, как и в их глазах появляется грусть. Они сожалеют о распаде Югославии, которая считалась одним большим общим домом для всех южнославянских народов. Шесть сестер, шесть республик – Сербия, Черногория, Македония, Босния и Герцеговина, Хорватия и Словения – некогда составляли единый костяк. Если их что-то и разделяло, то только религия. Например, сербы, македонцы и черногорцы – православные, хорваты и славянцы – католики, башняки – мусульмане. В югославский период не было разницы и в языке, за исключением македонского и славянского. Язык хорватов, сербов и башняков назывался сербско-хорватским. Мне всегда казалось, что он понятен русскоязычному человеку. Но это не так. Во всяком случае, без подготовки сербо-хорватский или сербский понять сложно. Я бы даже сказал, почти невозможно. Даже если уловить знакомые нам слова, то это вовсе не значит, что они имеют то же значение, что и в русском языке. К примеру, можно понять, что добродошли – ничто иное, как добро пожаловать. Но это не значит, что нильский конь – это египетская лошадь. Отнюдь. Это бегемот. Я уж молчу про деда мразя, который Дед Мороз. Если прислушаться к разговорам сербов, на первый взгляд может показаться, что более-менее понятно, о чем они говорят. Но это иллюзия. Вы слышите лишь знакомые вам слова, не всегда значащие то, о чем вы могли подумать. Интересно название и одного из белградских кафе «Пукни Зору». Может, своеобразный намек на последствия насыщенного кишечника? Снова нет. В меню не было ничего из бобовых. «Пукни Зору» в переводе с сербского на русский всего лишь «взрыв зорьки». Белградчане это заведение именуют не менее странно. Кафе у мертвого турка. И здесь уже все так, как вы поняли. Нет иного подтекста без сербских чудаковатостей. Дело в том, что в 1983 году Югославию потрясло громкое убийство в Белграде у входа в кафе «Пукни Зору». Здесь был застрелен посол Турции в Югославии Галиб Балкар, когда он выходил из машины. Убийцами оказались Киркор Ливонян и Рафи Элбакян из организации «Асала». Посол привлек их внимание тем, что годом ранее в интервью Югославскому изданию заявил, что геноцид армян в Турции – выдумка самих же армян. Этими словами и навлек на себя беду со стороны внуков, переживших геноцид. Впрочем, у сербов свои счеты со всеми отрицающими зверства османов в отношении христианского населения. Ведь и сербы подверглись массовым убийствам и унижениям со стороны осман. Особенно в годы правления кровавого султана Абдулгамида в конце XIX века. Сербы с пониманием относятся к армянам и свидетельствам тому установленный хачкар жертвам геноцида в Земунском парке у храма святого архангела Гавриила, находящийся в пешей доступности от так называемого мертвого турка. Вообще армян и сербов связывают глубокие исторические корни, о чем говорят и каменные свидетельства. К примеру, один из древнейших памятников армянского присутствия в Сербии – двуязычная надпись в монастыре Витовница. Монастырь построен армянскими монахами недалеко от города Петровац. Первые упоминания об армянах на территории современной Сербии возникли в X веке, когда византийские императоры формировали здесь свои военные подразделения, в том числе и армянские. Однако впервые армяне и сербы встретились в 1218 году, когда сын святого князя Стефана Немании Савва путешествовал по Киликийской Армении. Тогда он был впечатлен красотой и грацией армянских храмов и пригласил армянских зодчик на территорию Сербии, чтобы те воздвигли именно такие же храмы. Впрочем, тогда и возник монастырь Витовницы, где сохранились надписи на армянском и сербском языках. Кстати говоря, у меня за спиной крупнейший на территории современной Европы православный храм, назван в честь того самого святого Саввы. Почти 400 лет мощи святого Саввы находились в монастыре Милешево в Центральной Сербии, а в 1594 году османы во главе со своим предводителем Каджой Синан Пашой похитили из монастыря мощи Саввы, увезли в Белград и сожгли на горе Врачер. После освобождения от Турции, сербский народ и православная церковь решили построить на этом месте сожжение мощей храм, посвященный святому Савве. Как вы поняли, монастырь Витовницы не единственное сооружение в Сербии, увековеченное армянскими зодчими. Стоит напомнить и об Ерменчиче, монастыре, основанном армянами в 1396 году после знаменитой Косовской битвы между турками и сербами. Согласно народному преданию, он построен армянскими воинами османской армии, которых насчитывалось 5000. В то время турки-османы еще не подчинили себе Армению, которая была ареной борьбы кочевых племен. Возможно, армяне оказались в составе султанской армии как наемники. Узнав, что турки собираются поработить православных сербов, армяне покинули Косово поле, укрылись от турок, перейдя на сторону сербов. А после войны, в честь прошедших событий, построили монастырь святым архангелам Гавриилу и Михаилу. С тех пор монастырь в народе называется Ерменчич, как и северо-западная часть горы Озрен, где находится этот древний памятник. В 1796 году турки сожгли монастырь, но уже через 10 лет, в годы первого сербского восстания под руководством Караджорджи, монастырь был восстановлен и превращен в военный госпиталь. На протяжении веков армяне селились в разных городах Сербии и строили храмы. Об этом рассказывал в своих рукописях и османский путешественник 17 века Эвлия Челеби, побывавший и упомянувший армян в городе Ужице. Армянские колонии и храмы также располагались в Новесаде, Оранжеловоце, Нише, Белграде. Много храмов было разрушено уже в 20 веке коммунистами Югославии. Но надо заметить, что как раз в годы Югославии и начался основной исход армян из страны, в основном в Грецию и Латинскую Америку. По переписи населения 1936 года армян в Белграде насчитывалось 82 человека. Жили они на Далматинской улице и близ Калемегдена в квартале ремесленников, состоящих из армян и евреев. Армяне производили часы и часовые механизмы, а евреи занимались ювелирным делом. В ходе Второй мировой войны Белград оказался под оккупацией. В городе орудовали банды хорватских усташи, преданно служившие немцам. В 1942 году усташи объявили еврейской части населения Калемегдена о временной эвакуации. Все свое золото евреи передали на хранение соседям-армянам. Те обязались сохранить золото до возвращения евреев. В 1945 году, когда мир праздновал капитуляцию Германии, армяне ожидали своих соседей, что, дескать, вот-вот вернутся соседи, и жизнь вокруг Калемегдена снова закипит. Армяне жили обычной жизнью, как и все в социалистической стране. Ели обычную еду, одевались простенько, но не прикасались к еврейскому золоту с надеждой, что однажды за ними приедут их законные владельцы. Но евреи не возвращались. Все они были истреблены в концентрационных лагерях. И только в 1967 году, когда югославский коммунистический лидер Иосиф Брос Тита приоткрыл занавес, армяне покинули район Калемегдена и через Италию отправились в Южную Америку. Там они и начали новую жизнь на деньги с проданного ими еврейского золота. Поговаривают, что они и сложили нынешнюю чилийскую армянскую общину. Сегодня армян в Сербии немного. Около 30 семей по всей стране. Половина из них – выходцы из постсоветских республик, обосновавшиеся здесь в нулевых. Есть зарегистрированная армянская община, но она неактивная. Ловить в Белграде особо некого. Поэтому я решил отправиться в небольшой старинный городок Валево, находящийся в 93 километрах к юго-западу от Белграда. Валево удивил своей опрятностью тихий и уютный провинциальный городок. Вот так сходу и не скажешь, что эта местность переходила из рук в руки то римлянам, то австрийцам, то османам, пока окончательно не была отбита сербами в 1918 году. В XIX веке здесь поселились несколько армянских семей из Османской империи. Женщины занимались ковроткачеством, а мужчины открыли свои кофейни. Это были первые кофейни в маленьком Валево. Для многих местных жителей доселе напиток был неизвестен. И если армянское традиционное приготовление кофе по всей Европе стало называться кофе по-турецки, то Валево – единственная точка в Европе, где этот самый способ приготовления называется кофе по-армянски. Долго жили армяне Валево, горя не знали. Когда в Османской империи начались антиармянские погромы и массовые убийства, мужская половина армян Валево отправилась на родину защитить родных и близких, проживавших там. Большая часть из них не вернулась обратно. Были убиты турками. Здесь Валево несколько лет прожил и Сагамон Тейлериан, единственный выживший из своей семьи, а в 1921 году застреливший одного из главных организаторов массовых убийств армян Талаата Пашу. Кстати говоря, среди тех владельцев кафе 19 века были и Тейлерианы – отец и дяди Сагамона. Однако, когда в 1905 году Тейлериан-старший приехал в Турцию, чтобы забрать в Сербию семью, турки арестовали его, а семью переселили в Эрзинджан. В 1915 году никто из них не выжил, а Сагамон отправился к единственным родственникам Валево, где и женился позже. Семья Тейлерианов изначально поселилась здесь, в Валево. Вот этот дом, он сохранился в своем первоначальном виде, разве что небольшой косметический ремонт был здесь сделан. На первом этаже здесь у них находилась кофейня, занимались они небольшим предпринимательской деятельностью, а на втором этаже, собственно говоря, проживали сами Тейлерианы и еще несколько армянских семей. Чтобы вы понимали всю трагедию, пережитую Тейлерианом, перед вами фотографии армян Валева, родных Сагамона, его отца и близких. На одних изображена мирная жизнь, первый автомобиль, купленный на деньги от продажи кофе. На другой фотографии отец и дяди Сагамона, которые отправились на помощь близким в Турцию, но все были убиты турками в 1915 году. А на этих общих фотографиях так и вовсе все погибли, кроме двух детей, чудом оставшихся живых. В настоящее время в Валево проживает всего один представитель той большой валевской семьи Тейлерианов, племянник Сагамона Завентер Хазарян. Он работает главным врачом клиники Валева. Все, что осталось у него от предков, это семейные фотографии, или, вернее, фотографии своих корней, которые обрубили турки, за исключением нескольких человек, женщин и детей, которые в 1915 году оставались в Валево и дали жизнь потомкам. Полное интервью с Завеном Тер Хазаряном вы сможете посмотреть на нашем канале Антитопор, репортаж под названием «Сагамон Тейлериан. Взгляд из дома». Ну а мы с вами покинем этот уютный сербский городок Валево и вернемся в Белград, так как есть еще кое-что, о чем следовало бы сказать. Еще раз хотелось бы напомнить, что сербы, как никто другие, могут понять чаяние армянского народа, учитывая, сколько горя османы доставили сербам. Поэтому Сагамона Тейлериана в некоторой степени они считают и своим героем. Иной раз даже сравнивают с Гаврила Принципом. Также напомню, что в 2015 году на столетие геноцида армян почтить память прибыли президент России Путин, Франции Ланд, Кипра Анастасиадис и тогдашний президент Сербии Тамислав Николич. Тем не менее, руководство Сербии, видимо, не до конца понимает, что Азербайджан – это ничто иное, как продолжение нераскаявшейся Турции. Что икорная дипломатия Азербайджана ничего не делает из доброты душевной, но только на ряд условий. Например, пользуясь случаем того, что Белград пострадал от бомбардировок НАТО, да и после войны с рядами сопредельных государств, войны с областью Косово, где, кстати, в османский период армяне рука об руку воевали на Косовом поле, Азербайджан предложил свои услуги восстановления части Белграда взамен на памятник Гейдара Алиева в центре Белграда в парке на Ташмайдане. Именно этот самый известный парк в сербской столице и восстановил Азербайджан после бомбежек. Конечно же, бывший коммунистический деятель Советского Союза ничем не прославился в Сербии, а может даже и не бывал в этой стране. Но достаточно того, что этот каменный истукан принадлежит образу отца азербайджанского диктатора Ильхама Алиева, который лично прилетал в Белград на открытие памятника в парке на Ташмайдане. Памятник памятникам, но самим сербам неизвестно, кто такой Гейдар Алиев. Это из Азербайджана, например. Не знаю. Не знаю. Он, что я знаю, это то, что он великий поклонен овак, когда он в Белграде уградил этот парк. А мы должны быть в этом, чтобы мир остаться в Сербайджанском парке. Впрочем, тем, которым известно в Сербии, кто такой Гейдар Алиев, возмущены, что в их стране присутствует памятник этому человеку, диктатору некой восточной страны. Но при чем тут Сербия? Эту историю, как азербайджанская компания строила дороги по Сербии. И это, наверное, были хорошие деньги, которые наше правительство заработало. И они себе позволили хорошо сделать эти дороги, сделать ремонт этого парка, где сейчас этот памятник. А условие есть поставить памятник какому-то незнакомому человеку, сербскому народу. Если бы сейчас пошли там и спрашивали все эти сербы, которые будут там в этом парке, может быть, один будет знать, кто он и откуда он. Но мне даже сказали, что там по вечерам люди нетрадиционной ориентации собираются. Ну да, наверное, из-за его имя, он там какой-то, Хейдар, как его имя. Да, мне это сказали. То есть ради строительства этого самого парка и был поставлен этот парк? Да, это было условие озеров, чтобы ремонтировали этот парк. Мы поставим по пуле этот памятник. Я думаю, его сын был тогда президентом, не знаю точно. Это какой год? Это было около 10 лет назад, или немножко меньше. Но я думаю, да, это уже был Ихам Алиев. Вы говорили еще мечеть хотели построить, да? Они привезли много своих работников, у меня коллега, которые имеют деревню, там, где строили эту дорогу. Было много работников из Азербайджана. И они хотели там строить мечеть. Играли очень верующих людей, хотели построить мечеть. И там местные серби собрались и сказали им откровенно, слышайте, не позволяйте, не думайте в общем об этом, это не закончится хорошо. А шиитскую или сунитскую мечеть? А я не знаю, кто они. Но это христианская страна, и нельзя этого объяснить. Да чего уж говорить. В Сербии действительно немало экономических проблем, и эхо войны отзывается до сих пор. В Югославском Содружестве Южнославянских Республик территория страны имела выход к морю. Да не какому-нибудь, а Адриатическому. А портовые сооружения составляли основной бюджет страны. Ведь здесь были и торговые, и портовые сооружения, и великолепные пляжи, куда съезжались понижица на берегу Адриатики, как с запада, так и с востока. Почти каждое второе грузовое судно заходило и выходило в Адриатику под югославским флагом. И, кстати, здесь тоже не обошлось без армянского следа. Огромная заслуга в развитии водного транспорта Югославии принадлежит нашему соотечественнику, армянину из Нахичевани-на-Дону, нынче часть города Ростова-на-Дону, Якову Матвеевичу Хлычиеву. Он родился в 1886 году. Коренастого армянина невысокого роста в России называли русским ученым-инженером в области корабельных конструкций. Его суда осознавались у побережья Дона и Невы. Оттуда уходили в моря и океаны. Хлычиев был человеком одаренным, владел французским, английским и немецким языками. Считал себя социал-демократом. Победу большевистской революции встретил болезненно. В 1920 году покинул Россию и отбыл на Балканы, где примкнул к югославским левакам, чья идеология была ближе. Так и остался в Белграде до своей кончины в 1963 году. Якова Хлычиева называют Сербии основателем Югославской школы кораблестроения, а технический факультет Белградского университета носит имя Хлычиева. Что ж, считанные дни, что я провел в Сербии, подошли к концу незаметно. Замечательная страна, прекрасные люди, изумительная кухня – это все, чем богата Сербия. Сербы помнят и ценят вклад армян в историю страны. И это приятно. Здесь у армян много друзей, будьте уверены. От обычных сербов, молодых и не очень, ветеранов войны и труда, до политиков и деятелей культуры. Как мой старый приятель, всемирно известный режиссер Эмир Кустурица, с которым мне доводилось совместно работать с его проектом «The North Smoking Orchestra», и который категорически отказывается ехать на гастроли в Турцию до тех пор, пока эта страна не признает содеянное ими в 1915 году над армянским народом злодеяние. И пока есть у нас в Сербии такие друзья, армянские следы в этой стране не опылят бакинские ветра. Продолжение следует...